ПРОБЛЕМАХ БАЛАНСА В ИГРАХ ПРОТАНКИ Например, маги нагибают танков, лучники нагибают магов, танки нагибают лучников. Эти самые круги нагиба вынуждают у игроков разных классов действовать командно. Однако в играх про танки эта политика круговорота нагиба работает либо некорректно, либо не работает вообще. Отчасти именно поэтому вместо ожидаемых тактических сражений армия на армию мы имеем пьяную драку с село на колхоз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и начну, пожалуй, с World of Tanks, как с игры, которую я знаю, наверное, лучше всех остальных. Потому что времени на эту груз, время было угроблено немало. Когда-то в игре был отличный баланс, это было золотое время World of Tanks. Наверное, это были года полтора первые после выхода игры, может быть, два, я точно уже не помню, когда еще не было сербо-голды и броня у танка еще что-то значила. Тогда действительно тяжелые танки могли танковать. Есть противотанковые самоходки, единственные, кто пробивал тяжелых танков лучше, чем сами тяжелые танки. Ну и редкие игроки на СТ-шки играли где-то на флангах. Ну и, естественно, с неба всех дуплила ненавистная арта. Ну, то есть типичный круговорот нагиба. Тяжелые танки танкуют, арта и ПТ-шки хлопают, СТ-шки заходят в тыл, вырезают арту. В общем, все понятно. Однако, кого-то в компании Wargaming такое положение дел никак не устраивало. Ради мнимых каких-то там кибер-чемпионатов ввели сербо-голду, то есть стали продавать пробивные снаряды за серебро. Дорого, но все-таки доступно. В первую очередь удар на себя ощутили тяжелые танки, за видя которых СТ-шки стали переключаться на сербо-голду и пробивать их куда ни попадя. Ну, а следом, собственно, ввели средние танки 10-го левла и ПТ-хи 10-го левла, а до этого были только тяжи на десятках. Тогда СТ-шки стали пробивать тяжей обычными снарядами, а уж ПТ-шки их стали просто рвать на куски. У одной самоходки был барабан с безумным дамагом и безумным пробитием, позволяющий разобрать кого угодно с одной обоймы. Вторая самоходка тупо всех ваншотила, ну, а третья дуплила так, что наносила такие увечья, что лучше было бы сразу сдохнуть, чем оставаться и мучиться. Ну и, естественно, с неба всех дуплила задолбавшая арта. Не могу сказать с уверенностью, что происходит в рандомных боях картошки на сегодняшний день, ибо давно уже не играю, но, судя по тому, что я вижу, иногда в нее заходя, несмотря на разорванный круговорот нагиба в игровой природе, кое-какой порядок в игре все-таки сохраняется. В начале боя все разъезжаются по кустам из-за камней и ждут, когда же им кто-нибудь что-нибудь посветит. Игроки, застигнутые врасплох, начинают получать дамаг то обычными снарядами, то сербоголдой, то от ПТшки, то от ТТшки, ну и сверху, естественно, дуплилит в конец задолбавшая арта. В итоге, чтобы в игре, цель которой выковыривать врага из-за камней и кустов, была какая-то разница между игрой на тяжелом танке и на среднем танке, пришлось реально шаманить. На каком-то этапе СТшки реально были намного лучше тяжелых танков, потому что попасть в них сложнее, шанс на рикошет у них местами даже больше, ну, жизни у них, правда, поменьше, как и дамага, зато скорострельность побольше. При этом в игре есть такие параметры, как количество жизней и количество дамага, которые позволяют более-менее машины между собой балансировать. Через какое-то время голда, которая имеет пробития в два раза больше, чем танк брони, перестала пробивать в определенных местах танки, то есть, чтобы вернуть смысл выцеливания каких-то частей танка в игру. Лючки, нижние листы и так далее. Напомню, что в первое время после ввода серба голды стрелять ее можно было реально автоцелью по любому танку и пробивать. Прошло время, у Мауса брони все столько же, а пробивается он теперь хуже. Почему? Потому что одному только варгеймингу известно, сколько реально приведенки они налупили тому или иному танку. То есть, смотрят они статистику, ага, что-то статистика на этом танке упала, а Вайн на форуме поднялся. Пересчитаем ему приведенку, добавим ему брони. В итоге, реальные ТТХ машин существуют только в виде текста в ангаре, а на форуме уже появились шутки про то, что все танки в игре выпущены конструкторским бюро имени серба. Однако, эта самая КБ имени серба позволяет в этой игре все-таки держать какой-никакой, но баланс. Плохой, хороший, плавающий, постоянно меняющийся, но все-таки баланс. Однако, это уже не тот самый круговорот нагиба в природе. Это переходящее, какая-то, знаете, такая пальма первенства. Венец нагиба. То есть, та или иная машина внезапно начинает рвать жопы всем остальным и над ними доминировать. Так было, так есть, видимо, так будет. Как и будет всех дуплить, да блевотины задолбавшая арта. У улиток ситуация с балансом намного лучше. Они просто ваншотят все друг друга с первого выстрела и все. А если не ваншотят, то наносят танку такие повреждения, продолжать бой с которыми машина не может еще несколько минут. Ей нужен ремонт. Впрочем, в большинстве случаев добивают тут же на месте, не отходя от кассы. Так что бой идет, если не до первого попадания, то до второго. Основные косяки баланса в этой игре обычно связаны с боевым рейтингом машин. То их кидает к одним уровням, то к другим. И в зависимости от этого машина либо нагибает, либо нагибается. Вот один из таких примеров это Black Prince. С прежним боевым рейтингом машина попадала к таким танкам, которые ее просто ушатывали. С новым боевым рейтингом машина попадает к таким танкам, которые ее в большинстве не могут вообще пробить. И это не единственная машина, по поводу которой вайнят. Также я слышал о том, что Т-10М нагибает, потом что Маус наоборот не нагибает, что Леопард нагибает. Но самый смак этой игры, в общем-то, заключается в реалистичном режиме, потому что большинство игроков-улитки уверены в том, что они играют в симулятор. Поясню для тех, кто не в курсе. В реалистичном режиме отсутствуют маркеры врагов и вот это перекрестие прицела, которое меняет цвет, в зависимости от того, можете вы пробить врага в это место или не можете. В итоге в реалистичном бою прицеливаться приходится на глаз. А на другой глаз приходится этих врагов выискивать по кустам, потому что нихрена не видно. В итоге в сражении побеждает тот, либо у кого стоят низкие текстуры и выключены трава и кусты, соответственно, либо тот, кто задрачивает в эту игру по-серьезному и знает все трешевые места, где обычно кто-либо стоит или прячется. Истинным фанатам такого геймплея, которых, кстати, немного, ибо онлайн этой игры приходится делить на два, потому что к ней еще прикручены самолеты, вообще не важно, какая машина нагибает, не нагибает, главное, чтобы было побольше реализма, главное, чтобы машина соответствовала реальным ТТХ, а там уж кто-нибудь, глядишь, да найдется, желающий на ней поиграть. Ну, хочется кому-то ползать на Маусе по карте Курск полчаса, пусть ползает и получает от этого несказанное удовольствие. Лично я скептически отношусь к тому, что эту игру называют симулятором. Да, она ближе всех остальных к тому, чтобы быть симулятором, но, согласитесь, в реальности с невидимым врагом танки воевали только когда попадали в танковую засаду. Во всех остальных танковых сражениях, в принципе, они отлично друг друга видели, вопрос был только в том, чтобы попасть, ну и пробить, соответственно. Наиболее близка здесь к симуляторным сражениям, наверное, что карта Курск, но ползать по ней на таких огромных расстояниях удовольствия нет совершенно никакого, ибо танки в игре ездят по симуляторному охренеть как медленно. Ну, а что касается баланса классов, то тут с ним, собственно, не все ясно. Вот вроде бы тяжелые танки, они, да, могут танковать, пока их подкалиберным снарядом не проткнут в боеукладку. Средние танки могут заходить в тыл в реалистичных боях особенно, ибо без маркера довольно сложно иногда в кустах что-либо разглядеть. Но вот на самоходках я что-то особо игроков не наблюдал в рандоме, ну, потому что, видимо, довольно сложно держать дистанцию и осуществлять издалека поддержку танков, если ты вообще врага не видишь среди кустов, деревьев и тупо из-за дальности. Поэтому свою роль в круговороте нагибов здесь примерно процентов на 50 отыгрывают тяжелые танки некоторые. Ну, более-менее нормально справляются с ней средние танки, ну и совсем не справляются самоходки, потому что они, я не знаю, мне кажется, что они в бой заходят только для того, чтобы умереть, высунувшись на видимое место откуда-нибудь. Ну, либо для того, чтобы два часа в засаде посидеть. Есть такие, знаете, любители два часа сидеть в засаде. Это, наверное, фанаты зимней рыбалки, я не знаю, что-то вроде этого. Ну и, собственно, торжественная обязанность подрывать всем пуканы возложена здесь вместо самоходок артиллерийских на бомбардировщики, которые и сбрасывают сверху бомбы, и подрывают особенно тяжелые и непробивающиеся танки. Armored Warfare, она же проект Армата, самая молодая игра про танки на сегодняшний день. Игра сходу замахнулась на большое разнообразие классов. Однако, вне зависимости от того, играют люди на истребители танков, они же бывшие ПТ-шки, теперь уже с башнями, либо на БМП, либо на БМД, и даже на многих ББМ, то есть бронемашинах с пулеметом, либо ПТУРами, все равно большинство стоит в кустах. Там же стоят и многие танки. Несмотря на то, что разработчик от души постарался разнообразить игру на разных классах, раздав всем разные плюхи. Например, одни машины могут захватывать цель, делая ее, видимо, и для всех, и обеспечивая ей при попадании максимально возможный получаемый дамаг. У других есть активное ускорение на несколько секунд, кто-то тупо, стоя на месте, дальше видит и меньше заметен. Один черт, большинство людей так еще и не пришло к единому мнению, кто кому должен светить. Либо БМД для танков, либо танки для БМД, потому что у БМД есть ПТУР, которым она может нормально втащить. Более-менее ситуация проясняется в районе 6-7 левела, где у некоторых танков появляется уже какая-никакая броня, и они действительно могут танковать и давить направление, уже практически не нуждаясь в активной подсветке со стороны своих более зорких, легковесных и быстрых соратников по команде. Но касается это опять же не всех танков. Т-90 так и продолжает быть. Отличной машиной второй линии, а лучше третьей, а лучше пятой, потому что пробивается во все щели. Ну вот какой-нибудь Челленджер-1 уже вполне способен давить. При этом ПТУРы внезапно перестали пробивать, поэтому БМДшки и БМПшки немножко из-за рандома пропали. Истребители танков присутствуют по-прежнему. Разработчик сходу отказался запиливать самоходным артиллерийским установкам в угоду реалистичности большой дамаг. На четвертом левеле арта нежно шлепает танки по башенкам. На шестом левеле она уже уверенно дает им щелбанов. И только на восьмом левеле топовая арта способна дать в леща какому-нибудь танку, и то попав по нему прямой наводкой. Получив очередную плюху в 500 дамага от арты, какой-нибудь УБТшник начинает в чате Вайн. Видимо не играл в World of Tanks, где прямое попадание чемоданом от арты на топовых уровнях это практически гарантированная смерть. Ну или тяжелые увечья. При этом арта регулярно выпиливается на первых минутах боя, какой-нибудь прорвавшийся через отсутствующую напрочь оборону бронемашинкой с пулеметиком. Кстати, дабы играть на пулеметных машинах не было слишком скучно, и не приходилось только лишь заниматься тем, чтобы подсвечивать цели для своей команды и вырезать самоходки, пулеметные машины в этой игре пробивают танки. Сразу скажу, что пулеметами я называю в том числе и мелкокалиберные пушки, обладающие высокой скорострельностью. Что же касается круговорота нагиба в игровой природе. В принципе в этой игре ушатывать и пробивать и дамажить друг друга могут вообще все. Единственное, что ОБТ, они же основные боевые танки, никогда не увидят в кустах стреляющие по ним БМДшку, БМПшку, ББМку или истребитель танков. Из-за того, что обзор у танка очень хреновый, а параметр незаметности у этих машин очень высокий. Поэтому танк, если давит вслепую какие-то кусты, в которых стоят какие-то машины, его просто-напросто сольют и броня ему не поможет. Поэтому роль верхнего звена в пищевой цепочке в этой игре, она такая переходящая. На ранних левелах рулят вот именно эти бронированные машинки. У них потому что есть ПТУР, который очень много, дамажит кумулятивные пушки, вся вот эта навороченность. Они далеко видят, танки нихрена не видят, брони у них нету, поэтому танки очень явно страдают. Где-то на более высоких левелах, там на шестых, на седьмых, пальма первенства немножко переходит к танкам, которые наконец-то получают броню и могут давить, тащить и уже что-то такое делать. Естественно, свой дамаг вываливает и арта, если ее, конечно же, не вырезают опять-таки пулеметные машинки, либо другая арта, потому что на арте здесь геймплей абсолютно особенный. Ну и в итоге, учитывая, что в этой игре еще не до конца разобрались, кто кому должен светить, естественно, до конца не разобрались еще того, кто кого должен нагибать в этом круговороте нагиба. Понятно и заметно разве что только то, что все нагибают танки. Истребитель танков, ну, из названия класса уже понятно, да, чем он занимается. БМП-шки, БМД-шки, поскольку обладают ПТУРами на борту, то есть противотанков, управляемые ракетой, тоже с успехом могут справляться с задачей по выпиливанию танков из вражеской команды. В этом, как я уже сказал, им помогает односторонний обзор в этой игре. Ну и боевые машины разведки, собственно, будь у них ПТУР, которым можно пулять из кустов, или пулемет, с которым можно танк закружить, они тоже могут выпиливать танки. Кого могут выпилить танки? Разве что других танков, потому что они только другие танки и видят. За ББМкой они башню повернуть не успеют. До арты они тоже доезжают крайне редко. В итоге, какое в этой игре распределение ролей в этом круговороте нагиба? Боевые бронемашинки быстренькие, они выпиливают арту, все остальные классы выпиливают танки. Просто потому, что танки, на которых возложена святая миссия давить направление своей несуществующей броней, видят только другие танки, бронемашинки и истребители стоят, как правило, поодаль, вне зоны дальности обзора. Впрочем, игра вышла недавно, и самой топовой техники 10-го левела в ней еще нет. Так что говорить о том, кто кого будет выпиливать в итоге, пока что рано. Да и баланс подкрутить, в общем-то, никогда не поздно. Ну а пока... На этом у меня, собственно, все. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, и адьё.